Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии и не только. Каждый год в середине ноября мы с вами выслеживаем новую обложку, уже легендарную, журнала The Economist. В 2024 году мы первыми выкладываем обзор, и он, как всегда, будет лучшим. Для тех, кто не совсем в курсе, британский журнал The Economist еще называют вестник иллюминатов. Через него условные Ротшильды и же с ними посылают миру так называемые тайные знаки. Собственно говоря, мы их и пытаемся разгадать, безусловно, опираясь на космограмму выхода. Если мы правильно все расшифровываем, то с космограммой должно сойти. Для чего мы это делаем? Потому что в этих посланиях есть некие пророчества, откровения, символы, которыми обмениваются между собой условные тайные правительства и самые богатые и влиятельные люди. Иными словами, мировая элита, считающая себя местными демиургами. Да, своеобразная конспирология, но в то же время это открыто заявленные, декларируемые от журнала этих Ротшильдов и Бельдельбергского клуба конкретные посылы про будущее. Они заявляют, а мы можем отказаться от заявленного. Предупрежден, значит вооружен. Незнание законов не освобождает от ответственности. Нам надо знать эти законы. Зачем еще нам это нужно? Во-первых, для осознанности и ответственности. Тем более, что 2024 год високосный. На секундочку. Итак, по обложке мы должны прочитать некий зашифрованный план на 2024 год, так называемый мировой закулисы. Лондон, 14 ноября 2023 года. Вышла новая обложка World of Head 2024. Что мы здесь видим? В астрологической карте дня, проявившего эту обложку, Луна с Меркурием в стрельце. Крупномасштабные дипломатические переговоры. Наверное, вы думаете, ничего подобного. Этого хочет народ, это понятно. Но правительство деребанят военно-промышленный бюджет. Люди и правительство не слышат друг друга. Да, тема власти, как проявленного творца для народов, отравленного черной луной друдж. Это тоже мы себе отметим. Что еще мы видим? Мы видим, что Солнце с Марсом в гостях у владыки Аида Плутона. Это про ресурсы, их передел. Придется делать выбор и, возможно, отсекать что-то прежнее. Оппозиция к Урану, обновления, жесткие. Причем также это про войны, жертвы, ураганы, катаклизмы, интернет-ресурсы, передел влияния через интернет. То есть гибридные войны сюда уже тоже мы себе отметим. Про нанотехнологии. То есть чипы, Тайвань тоже уже имеем в виду. Уран продолжит тему 2023 года, названного годом афтершоков и непредсказуемости. Какие страны срезонируют, что мы можем предсказать по этой карте? Украина и США однозначно. Солнце с Марсом и астероидами Америка и Украина. Очень созвучны они с гороскопами стран. А также, конечно, страны на оси Скорпион-Телец. Израиль в том числе. Ближний Восток однозначно. Раз Уран, значит мир будет меняться очень быстро. Итак, какие же вызовы нам ставит 2024 год всему миру? Давайте разбираться. На самом верху, кто бы мог подумать, Зеленский и Путин. И часики. Война и мир, по идее, как. И что-то там, чему-то приходит конец, по идее. Байден и Си делят мир, по всей видимости. Меряются своими сверхоружиями. Снова нейропрограммирование высасывает мозги и прокачивает, я бы сказала, прогрессирующая опухоль искусственного интеллекта. Снова скачки на бирже. Инфляция снизилась, но уязвимость осталась. Всплеск, мы видим, вооруженных конфликтов. Перерисовка карты глобальных энергетических ресурсов и так далее. Это то, что и, конечно же, какие-то выборы здесь. Давайте будем разбираться. Что-то очень интересно уже становится. По традиции, в правом верхнем углу озвучены 10 самых важных тем, то есть тенденции, события, которые будут определять предстоящий год. Нужно открыть журнал и почитать. По мнению журнала, мир в 2024 году меняется с умопомрачительной скоростью. Что мы, собственно говоря, и сказали про позицию от урана. Внимание будет переключаться от ситуации на Ближнем Востоке до внедрения электромобилей и лечения ожирения. Все выглядит совсем иначе. Чем год или два назад. Темы прогноза, которые озвучены в правом верхнем углу. Во-первых, выборы предлагаются нам. Выборы во всем мире пройдут в 2024 году. То есть будет проведено более 70 выборов в странах, в которых проживают более 4 миллиардов человек. Вы себе это можете представить? Это впервые более половины населения мира будут делать выбор. Расшатывать маятник. Хотя голосов сейчас больше, чем когда-либо, тем не менее, демократии будет меньше, чем когда бы то ни было, утверждает журнал. Многие выборы не будут ни свободными, ни честными. Глобальный выбор Америки здесь подчеркивается. Избиратели и суды вынесут свои вердикты Дональду Трампу. Мы его видим над Путиным. У Трампа три варианта стать президентом все-таки. Результат может составить несколько десятков тысяч избирателей в нескольких колеблющихся штатах. Но последствия будут глобальными и затронут все. От климатической политики до военной поддержки Украины. Причем сразу отмечается, что судьба Владимира Путина больше зависит от американских избирателей, чем от российских. В любом случае, выборы в Америке будут беспрецедентными и немыслимыми. Третья тема. Поднимайся Европа. Соответственно, этой теме Европа должна будет сделать шаг вперед и предоставить Украине военную и экономическую поддержку, которая необходима для внимания, долгой борьбы, затяжной, изнурительной войны с Россией. То есть мы не расслабляемся. При этом не факт, что Украина вступит в ЕС. И Украине полагаться на Америку больше нельзя. Поддержка Украины и Европы делается для того, чтобы Трамп не вернул себе власть. Мы с вами думали про Россию, а тут нет, оказывается. Четвертая тема. Ближневосточные беспорядки. Нападение Хамаса. Израиль. Израиль против Газы. Эти события развернут регион окончательно. Вопрос в том, станет ли это более широким региональным конфликтом или все-таки предложит новый шанс на мир. Для Америки, как для сверхдержавы, это также проверка на то, сможет ли она адаптироваться к более сложному, угрожающему миру. А мы с вами проговаривали, у США сейчас очень сложные времена. Возвращение Плутона, полуоборот Нептуна. Можно и не выжить, собственно говоря, на таких аспектах. Как мы говорили, США могут стать и Рашей, разъединенными штатами американскими. В любом случае, Израилю придется менять политику. Второй фронт весьма вероятен. Святая земля будет находиться в состоянии перманентной полувойны еще довольно-таки долго. Нападение Хамаса приведет к появлению новых лидеров с обоих сторон. Руководители вооруженных сил и разведки Израиля впоследствии уйдут в отставку, когда война закончится. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху будет по-любому вынужден покинуть свой пост. Америке предстоит долго работа по стабилизации, а затем обновлению системы международной торговли и безопасности. Список дел включает расширение Европы, углубление сотрудничества с Индией, решение о создании двух государств между Израилем и Палестиной. Возможно, однажды, конечно, историки заговорят о порядке, но это будет после 2025 года. Собственно говоря, мы с вами это тоже обсуждали. На сегодняшний момент мы практически завершили цикл глобальной войны, начатый в 2022 году. И мы не вытягиваем на регенерацию. Поэтому пристегните ремни. Мы заходим на второй виток эскалации до 2025 года. Увы, мы очень надеялись на этот ноябрь-декабрь, но вы видите, что все слишком затягивается и усугубляется. Мультиполярный мир. План Америки повернуться в сторону Азии и сосредоточиться на соперничестве с растущим Китаем. Был сорван войной на Украине, а теперь еще и в секторе газа. Поэтому все затягивается. Си и Байден не коннектятся. Россия, конечно, тоже отвлекается и теряет свое влияние из-за вот этих всех войн. В 2024 году мы смотрели по Харару вот этой обложке Солнца с Марсом в оппозиции к Урану. То есть это разморозит все спящие конфликты, которые еще не разморозились. И максимально разогреют локальные холодные войны по всему миру. То есть это обложка про войну. Нестабильность увеличится. Мир будет готовиться к новому глобальному конфликту. И это тогда, когда Америка утратила монополию однополярности. Следующая тема – это вторая холодная война. Возрастет напряжение где? Вокруг Тайваня. А не то, что вы подумали. Риторика новой холодной войны ужесточится. Посмотрите, как сдвигается вектор внимания. К этому надо быть готовыми. Китай и Америка будут бороться за свою логистику потребителей в виде средних держав глобального юга. Не в последнюю очередь из-за их зеленых ресурсов. Опять экологию протискивать будут. Постепенное обострение геополитической напряженности между Америкой и Китаем. И глобальная волна протекционизма бросают песок в механизмы торговли. Именно так журнал и пишет. Хотя некоторые экономики Азии извлекают, конечно же, выгоду из перемещенных цепочек поставок за пределы Китая. То есть дублирование инвестиций, потеря выгод от специализации все-таки сдерживают потенциальный рост мировой экономики. Даже такие страны-победители, как быстро растущая Индия, демонстрируют тревожный сдвиг в сторону отечественной экономики. То есть мы не выходим на какой-то хороший уровень в 2024 году. А журнал предрекает и следующую пандемию, которая ударит по мировым запасам урожая теперь. Следующая тема. Новоэнергетическая география. Борьба за редкоземельные элементы. Против нефти и газа. То есть литий, меди, никель будут важнее классических нефти и газа. Так называемый переход к зеленой энергетике будет вытеснять старых доминантов рынка. Конкуренция за зеленые ресурсы изменит геополитику и торговлю. Появятся неожиданные победители. Для нас с вами неожиданные. Лилит в Деве. Да, она будет диктовать новые правила и стандарты. Но это лилит. Мэмра Людмила Прокофьевна, которая. Следующая тема. Экономическая неопределенность и вероятность рецессии. Собственно говоря, к этому подводили нас предыдущие пункты. Западные экономики в 2023 году показали лучшие, конечно, результаты, чем ожидалось, но не вышли из кризиса. И сохранение процентных ставок высокими и дольше будет болезненным как для компаний, так и для потребителей. Даже если рецессии удастся избежать. Этим словом нас пугают, по-моему, на каждой обложке. Китай может впасть в кризис и дефляцию. Следующая тема. Искусственный интеллект. Он становится уже реальным. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес. И отметим себе сразу. Бизнесом станет управлять легче. Регуляция причем будет извне, чтобы вы понимали. Дебаты о том, какой подход к регулировке лучше всего. Дебаты эти будут обостряться. Также это о том, являются ли аргументы по поводу экзистенционального риска. Приманкой, приносящей выгоду действующим операторам. Все это будет муссироваться долго и нудно. Но в любом случае это все внедряется. Неожиданные способы использования и злоупотребления будут продолжать появляться. Существует множество опасных решений, множество опасений по поводу влияния интеллекта на рабочие места, возможности вмешательства в выборы в частности. Ох уж этот искусственный интеллект. Человека создал Бога по принципу и подобию, а искусственный интеллект создал человек по своему принципу и подобию и своих тараканов. Представьте себе, это будет вмешиваться и будет еще и кем-то управляться. Мы диагнозы не знаем ведь. В любом случае многое будет в тени, как бы на той оборотной стороне Луны. Да, и в карте мы видели тригон от Нептуна к этим военизированным правительствам. Десятая тема. Возможно ли при всем этом все-таки объединение мира? Возможно, на небольшой период они будут делать отпуск себе. Идеологические разногласия будут отброшены в сторону, поскольку мир будет наслаждаться Олимпийскими играми в Париже. Или, например, полетами астронавтов, не знаю куда, возможно, вокруг Луны. Или мы будем отвлекаться на мужской чемпионат мира по крикету. Да, Т-20. Представьте себе, они будут делать перерыв на вот это. Ну что ж, будем планировать отпуска тоже на этот период. Отвлекающие события, перформансы. Но с большой вероятностью те, кто надеется на какое-то глобальное единство, все же окажутся в тупике. Да, Луна народы в карте говорит, хочет договариваться про будущее, конечно же. Но Меркурий слаб, да и, как говорится, хотеть не вредно. Впрочем, собственно говоря, почему бы и нет, ведь вредно не хотеть. Но мы с вами всегда все эти энергии можем поднять и направить в конструктивное русло. Для этого мы и разбираем эти все обложки. Предопределенности нет. Если наш осознанный подход есть, есть и готовность к позитивным, конструктивным переменам, то все будет хорошо. Обязательно вы пишите себе на листике, как конкретно вы будете меняться в 2024 году и какова польза для человечества и вашего окружения от этого всего будет. Вот уже будет 50% успеха. И не как в том анекдоте, когда в Одессе на железнодорожной станции меняли паровоз на паровоз или там шило на мыло. Так не надо. Нормально. Пожалуйста, пропишите, подумайте и предложите свой план великому пространству. Особенно сейчас, когда скорость Сатурна весьма мала. Он проверяет нас на цели и ценности. Насколько они конкурентны перед великой вечностью. Насколько мы отклонились от изначально задуманной программы Творца. Насколько мы забыли вот тот изначальный план. Сатурн указывает на утраченное былое величие и разрушает то, что зыбко, фальшиво и тленно. Сатурн, владыка кармы, он видит наш накопленный багаж и спрашивает, в чем смысл вот этого всего. Если мы не можем ему ответить, он будет судить. Дух времени про высвобождение скрытых возможностей через очищение себя и окружающих от червоточин. Он и о перерождении, но это про умирание в старом образе. Мы должны быть готовы к этому. А душа времени залипла в покупках, торгашестве, беготне, сплетнях. Забыла про образование высшее, про духовность, про философию, теософию. Про соблюдение законов я вообще молчу. Тем более вечных, высших. Мы утратили и традиции ко всему прочему, то есть законы предков. Мы насмеялись и попрали права человека. Человеку ломают волю и стирают аутентичность личности. Такими проще управлять. Сатурн такое перекати-поле без корней сожрет. Луна застряла и в очередном выращивании гена великой нации. Отсюда терроризм мы получим однозначно. Также эта луна с Меркурием про тотальную цензуру и карательные операции за инакомыслие. Идеологическая пропаганда, которая отнюдь не про духовные и чистые высоты. В 2024 году при таком расколе будет много потрясений, войн и терроризма. В 2024 году прогноз очень сложный, но мы его с вами разберем, конечно же, с Божьей помощью. Будем с вами разбирать все сложнейшие аспекты и постараемся нивелировать острые углы, максимально поднять частоты. Где мы с вами еще не справлялись, всегда как-то справлялись. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нравлики, вподобайки и делитесь этим роликом, чтобы нас осознанных становилось больше. Смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы и лекции. Этот наш разбор с картой сошелся. Мы прочитали его идеально. Точно так же мы разбираем и натальные карты. Все, все пазлы должны сойтись в одну мистерию. И мы тогда прозреваем суть каждого. Пишите мне в личку в Facebook. Вместе будем разбирать ваши натальные карты. Вместе искать предназначения и исследовать кармические долги. Почитать наши разборы очень рекомендую в Instagram и в Telegram. Это наши с вами дополнительные площадки для разбора самых сложных аспектов каждого дня. В поисках их глубинной проработки. Скачивайте наши астрологические календари на 2023, 2024 и так далее годы. Ссылки вы найдете по традиции в описании к этому ролику на канале YouTube. И будьте синхронны божественному плану. Будьте умничками с верой в вас и любовью. Ваша Настя. Ваша Настя из Одессы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok